Добрый день, дорогие друзья. Радовалась всех здесь видеть и приветствовать сегодня. На самом деле я уже полдня здесь, да, и на некоторых мероприятиях, некоторые семинары и мастер-классы вижу, слушаю. Я вижу, насколько большой объем информации нужно держать в голове и обладать им, чтобы делать действительно качественные снимки, качественные видеоработы. Торговая марка Colorway предлагает расходные материалы, одно из самых главных наших направлений — это расходные материалы для печати. Когда вы делаете какой-то красивый, потрясающий снимок, долго там выдержки настраиваете и все остальное, очень важно его потом распечатать и донести в физическом виде, точно так же, как он у вас на экране отображается. И чтобы... Олышали? Окей. И чтобы распечатать действительно качественный снимок, нужны хорошие, качественные расходные материалы. Торговая марка Colorway — это полный спектр расходных материалов для печати, для встроенной лазерной, для лазерки, картриджей, тоннера, зипы, для встроенной печати — это СНПЧ, КПК, чернила, фотобумага. Плюс отдельными категориями у нас будут чистящие средства для электронных девайсов, потому что у каждого из нас есть смартфон, есть ноутбук, есть планшет, есть компьютер, да, который тоже нужно поддерживать чистоте и за ними ухаживать. И плюс у нас в этом году появились новые продукции — это колоночки. Я думаю, многие из вас уже видели на нашем стенде и расходные материалы, и колонки, и все, все, все. То есть можете подходить, смотреть, рассматривать. Может быть, не все пробовать, но тем не менее. Я думаю, что многие из вас, возможно, пользуются уже нашими продуктами, может быть, нет. И в двух словах скажу, что это такое и вообще зачем нужны системы непрерывной подачи чернил, фотобумага. Основное преимущество — это низкость и бестоимость печати. То есть что мы делаем? Мы экономим, потому что, я думаю, многим из вас известно, что производители печатающей техники, они зарабатывают на расходных материалах. То есть оригинальные карты же, они достаточно дорогие по стоимости. Мы предлагаем к вашей печатающей технике, к принтеру или к МПУшечке приобретать нашу систему непрерывной подачи чернила, бумагу. И в этом случае себестоимость получается раз в 80 дешевле, нежели на оригинальных расходных материалах. Ну вот приблизительно так выглядит вся эта схема. То есть вынимаются оригинальные картриджи, вставляете, подключаете систему, в систему заливается чернила, фотобумага, как обычно, устанавливается, и можно печатать. Что касается снижения себестоимости, это по деньгам, могу назвать как бы две основные ключевые цифры. Если рассчитать стоимость чернил оригинальных, будь то Epson, Hewlett Packard или Canon, то литр таких чернил будет стоить от 1000 долларов США. То есть цифра достаточно большая. Литр чернил Colorway 50-70 долларов. То есть даже на таком как бы небольшом сравнении можно видеть, что разница очень существенная. Естественно, фотобумага тоже наша по цене дешевле. Что касается качества, ну, скажу так, они производятся и чернила, и фотобумага на одних заводах, на одних и тех же. И если вы видели в холле, то качество печати достаточно высокое. Если сравнивать с оригиналом, то разницы я, например, не вижу. Можете посмотреть, взять себе фотографии наши, как бы сравнить с тем, что, возможно, у вас дома есть. Посмотрите. Что, естественно, заливаем чернила в СНПЧ-шку. Чернила производятся на заводах в Китае из сырья, из концентрата, который мы берем в Америке, в США. Не буду особо долго останавливаться на чернилах, потому что, мне кажется, есть смысл остановиться на фотобумаге. У нас ее более 150 видов. Сама фотобумага, она японская. То есть берем мы сырье в Японии и режем на мощностях в Гонконге и в Китае. Что касается фотобумаги, да? Значит, есть мат, есть глянец, есть различные серии. Арт-серия, премиум. Обычная, стандартная, да, бумага есть, там, тонкая, с различной плотностью, различных форматов. Ну вот. Плотность, например, от 108 до 690 грамм на метр. Форматы от самого простого 10 на 15 до А3+, плюс рулонная фотобумага. И что у нас? Ну, плюс, как бы, термотрансферная бумага и все, что угодно. Но хочу остановиться на фотобумаге премиум-класса. Почему? Потому что это бумага, в которой, наверное, немножечко даже забегу вот так вперед, да, которая называется еще пластиковая. Почему пластиковая? Потому что слой бумаги, он находится между двумя слоями полиэтилена, благодаря чему бумага менее подвержена влаге, менее подвержена солнечным лучам, и фотографии они сохраняются, сохраняют хороший цвет, сохраняют намного дольше, чем обычная бумага. Так, и что еще хотела сказать? Секундочку. Премиум-класс – это такая бумага, как суперглянцевая, сатин, шелк и полуглянцевая. То есть вот именно вот эти виды бумаги, они лучше всего подходят для фотографий, которые будут долго храниться, или которые вы хотите, чтобы долго хранились. Впитываемость краски намного выше и быстрее, чем у другой фотобумаги. При этом, скажу так, что мы проводили периодические тестирования для фотографов. Было последний раз, вам, года три назад. Но есть такая тенденция, что, конечно, говорят, мат лучше. То есть мат лучше передает какие-то контрасты, какие-то нюансы. Но если нужна долговечность, то лучше брать фотобумагу премиум-серии. Отдельная серия у нас идет, арт-серия. Я тоже думаю, многие из вас образцы видели фотобумаги. В чем суть? Это фактурная фотобумага, которая по своей структуре напоминает, например, либо ткань, то есть там какие-то пубырышки есть на ней, тиснение, либо напоминает полосочки. Видите, зебра у нас нарисована. Либо это кожа змеи и так далее. То есть некоторая фотобумага, она напоминает те фотографии, которые были еще в советские времена, свадебные, с каким-то таким вот интересным рельефом. Дерево есть такого же плана. И хочу отдельно сказать о магнитной фотобумаге. Она бывает глянцевая и матовая. На ней очень хорошо можно делать фотографии каких-то событий, друзей, вырезать ножницами и приклеивать, крепить все это на магнитную поверхность, на те же холодильники, все что угодно, все, к чему нужно прикрепить. Чем это интересно? Очень многие продают магнитики, как сувениры. И себестоимость таких магнитов, если, например, за границей, 2 евро, 1-2 евро. Себестоимость такой бумаги, там листочек будет стоить... Женя, сколько у нас пачка? Не помнишь? 200-300 гривен. Пускай 200, да? Даже 300. Дерем на 5, 60 гривен разделить на 10-20 этих магнитиков маленьких. Ну, то есть себестоимость гораздо получается ниже. Хотя, по-моему, что-то там дешевле. 200-300. Вот. То есть зарабатывать можно даже вот на таких вещах. Ну, это если зарабатывать. Либо себе домой распечатать какие-то интересные фотографии или дарить друзьям. Рулонная фотобумага. А, еще хочу сказать про арт-бумагу. Есть такой вид, как холст. То есть по структуре она напоминает ткань. Очень плотную, с переплетиками. И если есть хороший снимок, есть хорошая фотография, то по виду он напоминает репродукцию. То есть можно для себя сделать репродукцию каких угодно картин. Что касается рулона фотобумаги, то там, как правило, вся бумага, она идет с такой достаточно хорошей структурой. То есть она выделенная структура. Везде как бы видны эти волокна. И что часто делают, да? Распечатывается большой снимок, большая картинка. На рамочку это все прибивается. И настоящая картина вашими руками готова. Либо на продажу, либо себе домой. Ну то есть как бы длина полотна может быть абсолютно разная. Все зависит уже больше от возможности аппарата. Если Эпсен там идет 1176, то Кэнон 676. И чистящие средства. Вот так вот даже сделано. То есть первые применения абсолютно разные. Можно на самом деле влажными салфетками как и обувь вытереть, так и в машине протереть внутри все поверхности, и очки, и фото-видеотехника, и ноутбуки, телевизоры, мониторы, планшеты, смартфоны. По поводу смартфонов, наверное, многие из вас знают, что, опять же, исследованием британских ученых на смартфонах, на телефонах собирается наибольшее количество бактерий. И наша премиум серия чистящих средств, она обладает свойствами антибактериальными и антистатическими. Если чистящими средствами убирать, чистить телефоны, то вы избавляетесь от большого количества бактерий. Для родителей, для мамочек с детками это, на самом деле, очень актуально, потому что снижает риск инфекционных заболеваний. Ту же технику мы можем чистить, клавиатуры и так далее. На самом деле у нас культуры чистки наших гаджетов, электронных девайсов, ну, скажем так, она слабо еще раз это, потому что раньше мы брали какие-то непонятные салфетки, тряпки, вытирали телевизоры, но сейчас, когда у многих дома есть достаточно дорогие плазмы, мониторы, то просто какой-то непонятной тряпкой, ну, на самом деле, жалко вытирать, потому что можно поцарапать, можно испортить поверхность. Если кто-то сталкивался с проблемой у Эппла, когда стирается поверхность экрана и потом просто получаются какие-то пятна на мониторе, это как бы, ну, не совсем удобно. Вот те чистящие средства, которые мы предлагаем, они имеют состав жидкости, который не снимает поверхность, не портит поверхность мониторов, экранов и смартфонов. Поэтому, на самом деле, это и полезно, и выгодно, и удобно. И скажу в заключение. Наша компания, компания Colorway, это социальный бренд, который принимает большое количество, принимает участие в большом количестве мероприятий, будь то профильные, вот как сегодня, да, либо просто различные социальные проекты. В этом году мы принимали участие в Let's Do it Ukraine. Может быть, кто-то тоже участвовал. Это уборка парковых зон, лесов, улиц, лесное состоялось. Принимали участие в... Я обожаю мэра Украины, есть тоже такое мероприятие. Это была поддержка различных творческих коллективов, хендмейт, ну и, как бы, деньги были направлены, которые собирались во время этого мероприятия, на благотворительность. И следующее... Хочу анонсировать сегодня сразу мероприятие, в котором мы будем принимать участие. И если здесь есть киевляне, можете присоединяться. Если вы знаете, то 19-го числа по всей Украине происходит открытие новогодних празднеств, День Святого Николая. И в парке Шевченко будет точно так же открываться ёлка. Мы принимаем участие в новогоднем Open Air, который состоится с 16 до 17 часов, и будем партнерами этого мероприятия. Точно так же будут проходить различные благотворительные акции в этот период, сбор игрушек для деток, детских домов.